вроде бы снимает так дождик идет непонятно к чему 1840 сегодня что-то под задержался немножко так собственно почему еще одно видео сегодня хотя с утра уже было хотелось бы поговорить об одной из новинок женевского автосалона потому что на женевском автосалоне как обычно еще и тюнеры выставляются всякие брабусы лоренсеры и все остальное они выставляются на франкфуртском но на женевском они как-то более активны и вот брабус они показали свой white star знаменитый причем 800 то есть это гелик который был раскачен до 800 лошадей чем гелик необычные а сейчас проедем гелик который амг и при всей моей любви к новому поколению гелика очень интересно посмотреть что сделали немецкие мастера потому что ну брабус они как-то не постоянно но старается делать более-менее со вкусом опять же как-то с девяностых по моему осталось то что если мэр стюнить то это должен быть пропуск не должен быть какой-нибудь там мансари или еще что-то это должен быть только пропуск по камере у меня так уложилось не знаю как у вас и и вот поэтому было интересно посмотреть как наворотили гелик не гелик наворотили очень здорово я бы сказал началось замены стандартных турбин на совершенно другие более мощные кстати собачку смотрит приведет правда ты меня не видишь наверное я тебя не вижу но вот теперь оба видим друг другу что-то грустно тем не менее гелик получил две новые турбины и чиповку разумеется из-за чего у него раскачалась отдача на 200 лошадей больше очень впечатляет по моему потому что просто заменив турбины и поменяв чип вы уже получаете под 800 лошадей и для такого кубика 800 лошадей это очень серьезно что с моим гору я не знаю 800 лошадей позволяет квадратному гелену разгоняться до его немного скруглили но он все равно квадратный так и остался кирпич и в этом собственный шарм но позволяет ему разгоняться за 4 секунды до 100 4 это как бы уже серьезная заявка я считаю и вполне себе впечатляющие цифры опять же максималка то что указывается в пресс-релизе я даже не хочу упоминать потому что там наверняка есть возможность это раскрыть увеличить и прочее 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 просто кто будет ездить 300 км в час на гелике мне очень интересно посмотреть и пожать ему руку потому что ну мне кажется это мягко говоря страшно как говорится безумство отважных поемные песни но спасибо нет и сама машина уже доступна для заказа причем дорабатывается не только внутренней но еще и снаружи и вот здесь у меня как обычно вопрос есть потому что ну да это прикольно добра бы сюда работать мэрс но еще прикольнее доработать в рабоси мэрс сделать так чтобы было непонятно то что он был сделан пробусь я бы даже сделал еще и обвес не амгшный а стандартный и шильдики 350d налепил ну просто чтобы насыпать всем и вся это очень интересный был бы случай не знаю почему тюниру до сих пор не предлагает такого варианта мне кажется некоторым энтузиастам он был бы интересен но у бравоса как обычно они предлагают и внешние доработки это предусматривает полностью весь кит по кругу бампера юбки и все прочее причем получается еще шире собственно поэтому название включает себе слова white не белый широкий и поэтому как бы здесь уже дело вкуса там вплоть до того то что можно еще интерьер переработать полностью с ног до головы чтобы вы не узнали стандартный гелик ну разумеется как бы сама расстановка всех аксессуаров не поменяется но поменяется отделка и все прочее не знаю если кому-то это понравится но кто знает сама машина разумеется подорожает цену я к сожалению не помню но если вы смотрите это видео я думаю вам не заставит труда зайти также в интернет гораздо более интересно то что это никак не ограничено по тиражу то есть мне кажется есть еще запасу вот этого гелика даже до 800 лошадей раскачанного просто другой вопрос нужна ли такая моща на такой машине если нужна разумеется мы увидим еще новые серии которые будут еще более злые и еще более мощные это конечно было бы интересно посмотреть кто первым раскачает гелик до штуки лошадей и что из этого вообще выйдет как он будет ехать тысяча лошадей на таком кубике это конечно серьезно было а вообще вот по поводу вот такого тюнинга волка в овечьей шкуре мне кажется очень интересная тема предлагать полностью стандартную конфигурацию берем вот плохо то что амг вы можете взять только с амг пакетом по моему нельзя его взять без амг пакета то есть у вас обязательно будет амгшные бампера и все остальное то есть дилеру или тюниру надо предлагать чтобы устанавливать стандартные бампера на этот гелик и еще при этом добывать где-то шильдики и все прочее чтобы он казался более-менее стандартным но мне кажется сама тема была бы интересна вот эти вот так называемые как американцы любят их называть слиперы это очень интересная тема особенно когда видишь удивление в глазах тех кого ты объезжаешь на светофоре на такой машине имелись такие случаи мы катались на форестере которого был движок раскачан по моему до 400 лошади если не в руку он просто ломал каен из светофора там никаких шансов в них не было просто абсолютно и при этом единственное что намекало на более-менее серьезность данного автомобиля это был черный цвет и черная тонировка все больше ничего никаких занижений ничего остального не было чуть-чуть были пружины снижены но это незаметно снаружи поэтому и говорю то что особо ничего не занижалось и вот этом был особый смак то есть мне кажется у тех же самых геликов наверняка тоже будет спрос на такие конфигурации и все дело предложение скажем так опять же как говорится спрос рождать предложение поэтому посмотрим что будет дальше сейчас это потихоньку становится модным в некоторых кругах поэтому увидим ну и на этом на сегодня все мы сейчас вот выезжаем потихоньку в центр можно посмотреть как здесь немного льется дождик вообще конечно ночью в праге красиво если еще ездить на правильной машине то еще красивее но если вам понравилось это видео разумеется ставьте лайк потому что это поможет расти каналу поможет развиваться я буду особенно благодарен если вы подпишетесь и мы увидимся в следующем видео как обычно пока